Доброго дня и ночи вам, дорогой слушатель! Многие из нас понимают, что мы находимся в разгаре шторма. Большинство из нас уже на второй волне. Мысль о том, что эта волна может быть не последней, по меньшей мере, неприятна. Некоторые из нас хотят, чтобы жизнь вернулась в прежнее русло, чтобы дела приносили прежние доходы. Но интуитивно мы чувствуем, что назад пути уже не будет. Время насильственного обращения с матерью природа и стекло. Так же, как и время дел, которые наносили ущерб нашей планете, городам, нашей духовности, будущему и здоровью наших детей. Для некоторых из нас традиционный способ выживания, основанный на материальных благах, затмил все остальные варианты. Но вопрос заключается в том, выживет ли вообще концепция денег в эпоху Водолея. Эпоха Водолея несет с собой новые энергии с усиленными вибрациями, которые достигают и проходят через каждое человеческое тело. В предыдущем видео я поделилась с вами информацией об увеличении количества поясов колебаний во время пиков резонанса Шумана, о быстроперемене так называемого пульса планеты. Это свидетельствует о том, что этот шторм на самом деле намного больше, чем вирус и экономическая угроза. Это часть неизбежного бесконечного плана, в который вовлечены не только мы, но и вся планетарная жизнь Солнечной системы. Новый пульс Земли предлагает новые вибрации, и наша задача настроиться на эти вибрации. Если нам это не удастся, мы вступим на путь вымирания, дабы виды, не приспосабливающиеся к климатическим и энергетическим изменениям в природе, не выживают. Выживание происходит путем мутации, то есть неосознанного эволюционного скачка. Человек настолько любим Вселенной, что ему даны привилегии осознанности перемен и сознательного выбора. И этот выбор уже доступен сегодня. Что вы выбираете? Любовь и соучастие ко всему живому, независимо от формы, цвета и статуса? Или старый разрушающийся мир, основанный на иерархии, потребительстве и дискриминации? Скоро будет появляться множество вариантов, но все они будут сводиться к одному главному выбору – поддаться ли низким вибрациям или стремиться к высоким. Продолжать ли состояние литургического сна, в котором исключается воля созидания? Или пробудиться и стать Творцом? Разрыв между теми, кто резонирует с любовью и духовным восхождением, и теми, кто резонирует со страхом и материализмом, увеличивается с каждым днем. Тут очень важно понять, что основная ответственность за перемены ляжет на плечи именно тех, кто еще в литургии, так как именно они будут составлять ту критическую массу, по закону которой количество перейдет в качество. Из понимания этого мы должны бережно и терпеливо относиться к тем, кто все еще существует на низких вибрациях. Это нелегко для тех, кто уже пробудился, но в этом и есть ваше высокое предназначение. Именно вам дано сохранять поле высоких вибраций в рабочем состоянии через понимание, что у каждого свой путь, и что пока ученик не готов, не имеет смысла посылать к нему учителя. Людям нужно пространство и время, чтобы пробудиться. Если мы запаникуем, мы подадимся низким вибрационным полям, питаемые людьми негатива. И только путем личного примера возможно создавать и удерживать пространство для тех, кто еще пробуждается. Планета нуждается в этом больше, чем когда-либо. Личный пример того, как вы являетесь стражем своего ума и не позволяете ничему, что не возвышает духовное и позитивное, проникать за порог вашего внутреннего мира. И здесь спешить нельзя. Где нужно спешить, так это в совершении добрых дел, в заботе и помощи себе и другим, а также вдохновлять, делиться своим положительным опытом с другими. Например, каким плодотворным для вас оказался период самоизоляции? Какие удивительные вещи вы открыли и все еще открываете? Как вы через нахождение себя наладили отношения со своими близкими? Как благодаря путешествию в себя вы стали уметь моделировать события, считывать людей и их энергетические поля, получать откровения из информативного поля Вселенной, испытывать экстаз в медитации? Как вы научились избегать новостей, сообщаемых СМИ, и видеть со стороны тот страх и контроль над разумом, который они передают, и как они загрязняют мысли и чувства? Как вы воспитали в себе позицию наблюдателя, применяя ее, например, к той же проблематике ношения маски? Вы видите, что каждый по-своему справляется с ситуацией. Как вы проявляете уважение к выбору человека, каким бы этот выбор ни был? Мы не знаем их ситуацию, не знаем, что происходит в их жизни, поэтому не осуждаем их, так как порицание обладает низкими вибрациями. Как, если захотите, ношение маски приводит вас к положительным эмоциям? Если, распознавая уникальность ситуации, вы активируете в себе ребенка, для которого это, как костюмированное шоу, как цирк, как нечто такое, во что мы никогда раньше не играли? Через игру мы подключаемся к высоким вибрациям. Чудесное моделирование событий. Под хорошими делами подразумеваются в основном мелочи повседневной жизни, которые нам ничего не стоят, кроме доброты, но несут огромную энергетическую ценность. Улыбка прохожему, благодарность тому, кто старается обеспечить вам ваши полтора метра дистанции, надевать маску для людей в уязвимом состоянии, помочь женщине с ребенком фокусироваться на хорошем в ваших детях, родителях и соседях, а особенно в вас самих. Потому что мы хозяева своему разуму, сердце и души. Мы решаем, что извлекать из ситуации, позитив или негатив. У голландцев есть хорошая поговорка, у каждого недостатка есть свое преимущество. Ищите же преимущество во всем и всех. Сейчас многое поставлено на карту. Энергетические ворота и двери открываются. Нам помогают многими способами, чтобы больше света могло достичь тех, кто нуждается в помощи в вознесении. Несмотря на то, что этот шторм поднимает огромные облака пыли, необходимо понимать, что за этими облаками многое что происходит. Ландшафт меняется, и человечество меняется вместе с Землей. Некоторые озадачены и сбиты с толку, некоторые неадекватны. Это часть их пробуждения. Но человечество в целом ощущает потребность переменок. И ничто не может остановить этот процесс. Жизнь, которую мы знали и принимали за единственное возможное способ существования, ускользает между пальцами. Отпустить нелегко, но необходимо. Перемены неудобны, но необходимы. Не пытайтесь постичь все своим умом. Старайтесь чувствовать любовь и свет, которые сейчас присутствуют на планете. Не принимая ничего задолженное, особенно то, что даровано природой. Будучи благодарным за все, что у вас есть, уважая себя и свою высокую роль в вознесении, добро и любовь будут притягиваться к вам по вселенскому закону притяжения и энергии. Мы всегда получаем то, что даем. Заботьтесь о своем теле. Обратитесь за помощью, когда вы в ней нуждаетесь. Берите у правительства все, что вам полагается. Постепенно отпускайте то, что вам больше не служит. Вещи, которые раньше казались такими важными, но теперь теряют свое значение, потому что наши ценности меняются. Если это видео нашло вас, значит у Вселенной есть планы на вас. Ничего не бывает просто так. Благодарю всех, кто разделяет и поддерживает этот арт-проект. Не будет. Один. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok